Мир мудрецов. Рабби Акива. Первое. Сословие мудрецов было наиболее демократичным. Происхождение почти никакой роли не играло, и тем более ничего не значило экономическое положение. Из среды народа появляются весьма колоритные личности. К примеру, Елель Азакен. Хотя и происходил он из очень хорошего рода, из семьи Давида, царский наследник, но был чрезвычайно беден. После разрушения храма можно привести, по крайней мере, еще два имени. Рабби Акива бен Йосеф, Акива сын Йосефа, и его ученик Рабби Шимон бар Йохай, Шимон сын Йохая. Рабби Акива – это нетрадиционный пример мудреца, ярчайшая центральная фигура в еврейской истории. О нем довольно подробно рассказывается в Талмуде. Обычно мудрецом становится человек, который родился в семье мудреца, получил соответствующее воспитание, продолжал эту традицию и воспитал, естественно, следующее поколение своих учеников и сыновей. Таковым был, скажем, дом князей глав Санедрина. По-видимому, в год разрушения второго храма Акива был еще очень молод. Возможно, он был тогда еще ребенком. Он родился в простой семье. Многие даже говорят, что он был выходцем из Геров. Трудно сказать, так ли это. Во всяком случае, известно, что у него не было родословной. Это помешало позднее назначить его на си вместо раба на Гамлиэля, несмотря на то, что все считали его наилучшим из претендентов. Но негоже было, чтобы человек безродный был главой Санедрина. Поэтому и предполагают, что он выходец из празелитов. Он был бедным, неграмотным пастухом. Как говорится, самым далеким из далеких, простолюдином из простолюдинов. И к тому же ненавидел мудрецов, что уже само по себе необычно для будущего великого раба. Раби Акива рассказывал, что когда он видел мудрецов, знатоков Торы, он готов был укусить их, как осел. Сноска. Эта фраза построена на игре слов. Слово «хамор» – осел. Созвучно слову «хомер» – материя. То есть, раби Акива говорит, что перед тем, как стать мудрецом, он был воинствующим материалистом. Конец сноски. Но еще более нестандартна причина, приведшая его к тому, что он стал мудрецом. Он влюбился. Влюбился в Рахель, дочь своего работодателя, Калба-Савуа, человека уважаемого. И она, как видно, полюбила его, несмотря на то, что он не был таким уж «пастушком» в кавычках, каких иногда рисуют на пасторальных картинках. Рахель сказала, что готова выйти за него замуж, но при одном условии. Он будет учить Тору и станет мудрецом. Акива не знал, что ему делать. Он очень-очень хотел, чтобы Рахель стала его женой. Однажды он шел по дороге, и вдруг у колодца, обрамленного каменной оградкой, остановился, потому что обратил внимание на ложбинку в камне, пробитую каплями в том месте, где обычно поднимают ведро. «Вода камень точит», подумал Акива. Сноска. С тех пор это стало поговоркой «Аваним шахику маим». Конец сноски. «Но если вода может пробить ложбинку в камне, почему Тора не проложит дорогу к моему сердцу?» И он решил учиться. А вот Дераби Натан, глава шестая. Одна версия говорит о том, что был Раби Акиве тогда двадцать с чем-то лет. Другая, что ему было сорок лет. И он ушел в Явны учить Тору, туда, где преподавал Раби Йоханан бен Закай. Проходят годы. Уже в сопровождении многочисленных учеников он возвращается домой и через дверь слышит, как соседка говорит жене «Несчастная ты женщина. Мужа твоего дома нет уже двенадцать лет. Ты вынуждена совсем справляться сама. Кто знает, когда он вернется?» И он слышит, как она, его Рахель отвечает, что, конечно, она скучает, но если бы она была уверена, что он хочет учиться еще столько же времени, она бы ему дала эту возможность. И не входя в дом, Акива возвращается и учится еще двенадцать лет. Когда же ученики его прославляли и говорили «Великий учитель наш, все ты знаешь, все у тебя разложено по полочкам», он им говорил так «Нет, и то, что вы знаете, и то, что я знаю, это все ее». Трактат Ктубот, 62. Вот такая романтическая история. Он привез ей золотое ожерелье, которое назвал «Золотой Иерусалим». Как видно, на нем были вычеканены стены Иерусалима. Сноска. Название знаменитой песни «Золотой Иерусалим» «Иерушалаим Шельзагав» по-видимому связано и с ожерельем, которое подарил Раби Акива своей жене. Конец сноски. Раби Акива явился живым мостом между двумя довольно четко обозначенными социальными лагерями, мудрецами и простолюдинами, так как социальные отличия были базой различий самого образа жизни. Раби Акива не только овладел определенными знаниями, которыми обладал любой другой из мудрецов, но и в последующих поколениях столпы мудрости, знатоки Торы были его учениками или учениками его учеников. У Раби Акивы открылся большой талант не только изучения Торы, но и глубокого понимания и систематизации материала. И, может быть, неспроста именно ученик его ученика Раби Мейра, Раби Иуда Анаси, стал редактором всего свода устной Торы. Раби Акиву считают основным систематизатором устной Торы, и все его ученики работали в рамках его системы. Ими был проделан огромный труд по кодификации и классификации всех возможных правил, записанных, переданных устно, заученных. И это была непростая фольклорная запись традиции, а очень скрупулезная юридическая работа, в результате которой было произведено разделение по темам, выработаны определенный стиль и форма записи каждой из них. Все это было зафиксировано лаконичным языком. В труде, который был закончен сто лет спустя после смерти Раби Акивы в Мишне не принято упоминать его имя. Это и так ясно. Все передано от имени Раби Акивы. И только в случае, если Мишна сформулирована другими мудрецами, обязательно приводится мнение и Раби Акивы, но указывается, что оно не узаконено. Третье Но Раби Акива известен не только этим. Всей душой, всем сердцем он поддержал восстание Бар-Кохбы до такой степени, что знаменитый мудрец другого времени Рамбам назвал его оруженосцем Бар-Кохбы. Раби Акива присоединился к восстанию и провозгласил Бар-Кохбу помазанникам, Машиахам, который может избавить Израиль от иго и рабства и построить храм. Он утверждал, что стих «Звезда появится из семени Яакова» пророчествует про Бар-Кохбу. Акива возражали ему некоторые мудрецы «Трава будет прорастать сквозь щеки твои, а сын Давида еще не придет» Иерусалимский Талмуд Трактат Таанит страница 4. Не все были с ним согласны, но его положение среди мудрецов и среди учеников было настолько центральным, что практически большая часть из них присоединилась к восстанию. Принимая активное участие в политической жизни страны еще до восстания, когда предпринимались попытки отвоевать у римской власти хоть какие-нибудь права, раби Акива неоднократно в составе делегаций мудрецов посещал Рим. Об его участии в восстании римские власти знали и когда восстание было подавлено он был схвачен и приговорен к смертной казни. На заре его вывели к смертному столбу. Ученики были неподалеку, стояли и смотрели. Казнь была очень жестокой, крючьями из него вырывали живое мясо. Увидав первые лучи солнца, раби Акива начал читать Крият Шма Шель Шахарид полностью, как положено еврею, когда наступает рассвет. Даже в такой ситуации он ведет себя совершенно точно и скрупулезно по закону. Все ученики сказали ему «Рабейну, ты не обязан, на тебя уже это не распространяется». И тогда ответил им раби Акива «Всю жизнь я не знал, когда смогу выполнить то, что сказано именно в Крият Шма, возлюби Всевышнего всем сердцем, всей душой своей и всем, всем, всем». сердцем было сказано мудрецами, так как в сердце находится и кровь входящая богатая кислородом, и кровь выходящая бедная кислородом. Два полусердия с точки зрения мудрецов символизируют хорошее и плохое, то, что приносит пользу и то, что вредно. всем сердцем это обоими намерениями своими, если даже в тебе есть плохие в кавычках намерения, обоими намерениями люби Всевышнего, всей душой, даже если у тебя забирают душу. И сейчас, когда у меня есть эта возможность, вы хотите меня остановить, он закончил. Шма Исраэль, Адонай Элокейну, Адонай Эхад, слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь один, и умер. Это был величайший подвиг. Трактат Брахот 61. Четвертое. Может быть важно именно на примере Раби Акивы или на примерах многих евреев последующих поколений заострить внимание на смысле самопожертвования. Это не был фанатизм самоубийц. Речь не шла о том, что кто-то хочет умереть и только ищет острие кинжала или бочку пороха. Это были люди, которые любили жизнь, уважали жизнь, но готовы были пожертвовать всем ради великого дела. Этим кардинально отличается еврейское самопожертвование от любой системы аскетизма или готовности к самоубийству. Во времена крестовых походов у евреев была возможность избежать смерти целыми общинами, перейдя в христианство. Крестоносцы, в особенности их предводители, стремились использовать это и предлагали евреям креститься. Некоторые евреи не сумели побороть страха смерти и стремления к жизни. Это понятно. Такое поведение не из ряда вон выходящих, потому что все народы мира вели себя так, когда их либо крестили, либо «исламили» в кавычках огнем и мечом. мир на сегодняшний день в большинстве своем, кроме Дальнего Востока, до которого просто руки не дошли, делится на христиан и мусульман не потому, что народы заседали и принимали решения, но огромное количество евреев шло на мученическую смерть, и когда их сжигали в синагогах живьем вместе со свитком Торы, перед ними был пример подвига рабби Акивы, нестандартного человека, который смог построить свою жизнь силой любви, любви жены к нему, его любви к жене, любви к Торе, к ученикам, к своему народу, любви ко Всевышнему. Конечно, не всякий на такое способен. Один человек любит только себя, другой любит своих близких, свою семью, друзей, свой народ, общину. Кто-то любит все человечество, может быть слишком мало таких людей, но допустим, что такие существуют. Некоторые любят природу, космос, а есть люди, которые любят Всевышнего, хотя это очень непросто, а любя Всевышнего, они любят Его творения, родных, друзей, народ, человечество, космос, природу, животных, себя. Ураби Акивы эта огромная, созидающая, всеобъемлющая сила любви ко Всевышнему пронзила всю его жизнь. Пятое. Талмуд рассказывает трактат Евамот 62 о том, что было у знаменитого мудреца раби Акивы 12 тысяч пар учеников. Именно пар, потому что обычно Талмуд учат парами. То, что видит один, не всегда видит другой. На арамейском языке такие пары называются словом хаврута, от слова хавер, друг. Человек обязательно должен слышать критическое мнение по поводу своих выводов из прочитанного и внимательно отнестись к этой критике. Эта талмудическая диалектика поистине диалектика не только на уровне логической системы, но и на уровне практического изучения. Вся система направлена на то, чтобы путем именно этой диалектики, этой критики человек углубился в то, что он учит и правильнее понял прочитанное. Он должен вдвойне уважать мнение человека, критикующего его. И написано в Талмуде что все 24 тысячи учеников Раби Акивы умерли в период между Песах и Шавуот. Сказано, что это была своего рода эпидемия. Почему? Потому что они не уважали друг друга. Они не понимали, как важно правильное психологическое взаимовосприятие в условиях такого обучения. Но вот другая и очень интересная история. Было это уже в другую эпоху. Глава мудрецов в Эрец Исраэль в первые поколения Амареев Раби Йоханан жил очень долго. Его постоянным оппонентом был Реш-Лакиш. Десятки лет они были парой. Реш-Лакиш даже женился на сестре Раби Йоханана. То, что Раби Йоханан говорил, Реш-Лакиш опровергал. Умер Реш-Лакиш и не знали ученики, как утешить Раби Йоханана. Привели к нему великого знатока Торы, с которым он был, конечно, знаком и прежде, но они никогда не учились вместе. Из уважения к старейшине, к Раби Йоханану, гость стал поддакивать ему. Да, конечно, это есть в том месте и тут два-три раза так. Ты зачем мне нужен, возмутился Раби Йоханан. Сказать мне, что я прав, это я сам знаю. Вот Рэш Лакиш все опровергал, с ним интересно было. Именно этот метод обязывает уважать друг друга. Учеба это спор, это огонь и война, но при этом и глубокое уважение. О ней сказано «Этвагев бэсуфа». Суфа это буря, а что значит «этвагев» трудно объяснить. Есть по мнению мудрецов в этой фразе «агава» «любовь» и «суфа» «буря» начинается и продолжается учение в буре, но кончается любовью. Так должно быть. Один должен уважать другого, даже если в течение самого спора придется изменить свою позицию. Ученики Рабби Акивы не уважали друг друга. И именно из-за этого неуважения в то время, которое должно было стать временем восхождения на новые духовные ступени, временем приготовления к дарованию Торы они были наказаны. И осталось у Рабби Акивы всего пять учеников Рабби Шимон Бар-Йохай, Рабби Мейр, Рабби Иуда, Рабби Йосей и Рабби Элазар бен Шамуа. Это действительно столпы мудрости. От них и пошло все еврейское учение. Шестое. Рабби Шимон Бар-Йохай, написавший вместе со своим сыном и учениками книгу Зоар «Сияние», основную книгу по Кабале, многократно появляется в Талмуде и в его приложениях. А ведь когда Рабби Шимон решил учить Тору, его принимать не хотели. Талмуд намекает на то, что, как видно, Йохай сотрудничал с римской властью и вообще был, хотя и евреем, но, как говорится, не из наших. Когда же отчаявшись, Шимон пригрозил «Вот, мол, если не возьмете, расскажу отцу о том, чем вы тут его приняли трактат Псахим 112. Потомки Елеля, представители классической школы мудрецов, постепенно стали довольно богатыми людьми. После разрушения храма в условиях отсутствия еврейской власти они считались здесь, в Эрцисраэль, главами еврейской общины. И то, что их родословная, хотя и не по отцовской, а по материнской линии, тянется к Давиду, было очень важно. Уже и в Явне первый председатель Санедрина Наси Рабан Гамлиэль из Явне называется Рабан, Раббейну, наш учитель, а не Рабби, учитель одной школ, просто учитель. Он учитель всех. В более позднее время, когда еврейская власть действительно получила вес, он практически исполнял и функции административной власти, хотя за ним по-прежнему сохранялся титул «Наш учитель». И все же Раббан должность в Санедрине и в школе, а не династия, хотя династическую преемственность здесь можно проследить. Так внук Раббана Гамлиэля, которого тоже звали Раббан Гамлиэль, попросили уйти с должности Наси, когда он повел себя слишком жестоко по отношению к мудрецу Рабби Яшуа бен Ханания. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова